Цены на электричество в Европе бьют рекорды. Германия, по данным СМИ, столкнулась с небывалой стоимостью мегаватт-часа – 325 евро. А во Франции аналогичный показатель составил 366 евро, удвоившись с начала года. Виновный уже назначен. Это, конечно же, Россия. Но наши европейские партнеры, как представляется, забыли, что поиск виноватого не помогает решать экономические проблемы. Отметим, нехитрая мысль, что во всех европейских проблемах виновата Россия – не нова. Нашу страну начали обвинять с самого начала энергетического кризиса, с лета 2021 года. Суть прошлогодних претензий принципиально не отличается от нынешних. Мы мало поставляем газа, а если бы поставляли больше, то проблем у Европы не было бы. С сентября прошлого года вина России в европейском кризисе была подтверждена Международным энергетическим агентством. Притом оно признавало, что трудности испытывают все значимые рынки газа, включая азиатский. Но что такое мировой контекст по сравнению с коварством России? Правда, если верить МЭА, ситуация складывалась странная. В Китае, США, Японии, Южной Корее и других странах был один на всех кризис. А вот у Европы в то же время кризис был свой собственный, корнями уходящий в невыразимое коварство Москвы. Общим местом для европейцев стал тезис «Будь то ценовые рекорды в энергетической сфере, вызванные тем, что Россия сократила поставки газа». И действительно, факт сокращения поставок имеет место. В середине июня «Газпром» снизил прокачку по газопроводу «Северный поток». Правда, это снижение не было связано со злокозненной сущностью российской энергетики, а с техническими проблемами, которые спровоцировали западные страны. Но предположим на секунду, что Россия каким-то невиданным образом открыла все краны и удвоила поставки газа в Европу. Что произойдет? Если мы примем возможность этого фантастического сценария, то на первом этапе сократится спрос на биржи, и газовые котировки пойдут вниз. Однако российский газ не торгуется на бирже. Его влияние будет оказываться лишь косвенным образом. А ведь высокие биржевые котировки в ЕС, которые с января 2022 года опережают котировки азиатских площадок, привлекли на европейский рынок небывалое количество СПГ. СПГ, не скованный долгосрочными соглашениями и конкретными покупателями, направился в Европу в поисках самой высокой цены. Как только котировки сократятся, все эти объемы уплывут туда, где платят больше. И избыток предложения в Евросоюзе моментально исчезнет. А с ним исчезнут и низкие цены. Но почему мы говорим про газ, если цены выросли на электроэнергию? Дело в том, что значительная часть электроэнергии в Европе производится из голубого топлива. Так, за первые шесть месяцев 2021 года газовые электростанции Евросоюза произвели 229 0,9 тераватт-час. А за аналогичный период 2022 года – 234 тераватт-часа. С середины прошлого года слишком дорогой газ активно замещается угольной генерацией. Очевидно, что выросло производство и на угольных, и на газовых электростанциях. Им пришлось компенсировать выпавшие объемы производства АЭС. В конце прошлого года часть атомных мощностей закрыла Германия. А затем начались сложности у АЭС, крупнейшего европейского экспортера электроэнергии, Франции. Не хотят ли европейцы предъявить Франции и Германии претензии за то, что они неразумно распорядились своими атомными электростанциями, из-за чего вырос спрос на газ и уголь? Ведь вместе со спросом увеличились и цены. Кстати, уголь, как и электроэнергия, торгуется на рекордных отметках. Все ближе 10 августа, когда ЕС запретит закупки этого энергоносителя у крупнейшего поставщика – у России. Все ближе дата закрытия последних АЭС в Германии. Евросоюз продолжает делать глупости в области энергетики, закрывает атомные электростанции, переводит ценообразование на газ исключительно на биржевую основу и продолжает ограничивать возможности по закупке энергоносителей, вводя новые санкции против Российской Федерации. Примечательно, что если бы российский газ торговался до сих пор с нефтяной привязкой, то он обходился бы европейским потребителям примерно в два раза дешевле. Если Европа исполнит все свои планы в отношении российского угля, немецкой атомной генерации, если не решит проблему с Канадой, то текущие ценовые рекорды в области электроэнергии будут вскоре успешно побиты. И легко предсказать последствия этого для экономики ЕС. Со второй половины прошлого года цены на энергоносители оказывают на нее крайне неблагоприятное воздействие. Останавливают работу предприятия, снижается благосостояние населения. Это уже отразилось на падении спроса на газ. Этот показатель в Европе за первое полугодие сократился на 27 миллиардов кубических метров. Без решения проблем в энергетике экономический кризис в Евросоюзе будет нарастать. Это означает, что роль ЕС как крупного покупателя энергоресурсов, даже в случае снятия политической напряженности, продолжит сокращаться.